Если бы можно было собрать все не очень добрые слова в адрес чиновников о дорогах Пушкина, получилось бы описание не меньше, чем война и мир. Пояснить ситуацию мы попросили директора МКУ дороги и транспорт, самого сведущего в этой области человека, депутата городского совета Бушева Александра Александровича. Сейчас мы находимся с вами на улице Лермонтова, она начинается у нас от привокзальной станции мимо рынка и заканчивается в новой Пушкино. Вот, Александр Александрович, назвать вот это направление, даже не дорога улицей, не поднимается в них рука. Будет когда-нибудь она реконструирована? Да, абсолютно согласен с вами. Здесь в основном был раньше частный сектор, но сейчас с появлением нового Пушкина, естественно, необходима еще дополнительная дорога к привокзальной станции, для того, чтобы не перегрузить. Единственная наша основная дорога, это Московский проспект. Вот даже вот ширина, которая сейчас существует, ее уже недостаточно. Недостаточно, тип покрытия мы видим с вами грунтовый, здесь автобусного сообщения невозможно запустить по нормативам, ничего не сделать. Поэтому у проектировщика и застройщика флагмана есть в том числе нагрузка по дорогам. Давайте здесь остановимся. Да, вот эти знаки, которые перед нами появились, это о чем говорит, что ее расширять будут? Нет, эти знаки говорят о том, что здесь проводятся в полосе отвода дорог строительные работы. Строительные работы проводятся по укладке ливневой канализации на сегодняшний день. В этом году расширение улицы Лермонтовой, ее строительство, того отрезка, по которому мы только что проехали, не планируется. В этом году будет начато проектирование. Так, а вообще она будет ширина? За счет средств флагмана. Да, она будет расширяться. Здесь предусмотрено две полосы в одну сторону, вот здесь до разворотного круга, далее одна полоска. А где одна полоска? Вот то, что мы грунтовую проехали с вами, вот до моста. Ну вот это как раз те работы, которые, вы сказали, будут здесь проводиться, да? Да, да. А вообще какие-то статистические данные? Вот, и в этом году начнется проектирование. И Лермонтова у нас пройдет вот мимо домов у Пушкина. Мы еще на мосте Лермонтова с вами тоже, да? Да, да. А дорога пройдет мимо домов у Пушкина и уйдет до Старого Ярославского шоссе напрямую. То есть со Старой Ярославки можно будет напрямую попасть на станцию. И тем самым мы уже частично разгрузим с вами Московский проспект. И общественный транспорт, часть будет перепроектирована и запущена по этой дороге. И автомобилисты наши. У меня вопрос какой, почему я прошу? Вот смотрите, с двух обочин стоят везде автомобили. И здесь, и там. Ну, вот когда проектировали этот микрорайон, неужели не могли учитывать, сколько здесь будет автотранспорта? Я так понимаю, нормативно. Камера, покажите нам, пожалуйста, дорогу. Вот вместо двух полос здесь однополосное движение. И даже знаки, хотя и вешать эвакуатор. Да, хотя по дислокации у нас здесь двухполоска без парковочных мест. Как, я не знаю, когда это три года назад проектировалось, к сожалению, не могу сказать. Но по факту мы видим, что явно не хватает парковочных мест. А кто здесь был застройщик? Здесь застройщик был виден комплект. Вы говорите, после него здесь... После него здесь остались разбитые дороги. Пришлось за счет бюджета ремонтировать. Плюс ГИБДД выписало ряд предписаний о необходимости установки дополнительных знаков, о нанесении разметки. Вот. Что застройщикам не было сделано. Изначально все это легло на бюджет. На городской? На городской, да. Поэтому сейчас... И как наказать его нельзя было? Ну, построил, ушел, все. Намаз дал в эксплуатацию. Почему не было проконтролировано в свое время? Вот этот самый знак, да? Да. Да, потому что здесь паркует машина, а по дислокации здесь двухполосное движение. Ширина по проезжей части 6 метров. Три метра в одну сторону, три метра в другую сторону. Парковать здесь не должно. Вот магнит прям поставили, да? У дороги. Глубже неужели нельзя? И сразу парковочные места рядом с ним. Но ведь, вот, они стоят друг на дружке. Кто-то должен... Магнит в том числе, кстати говоря, мы еще будем проверять. Он за присоединение к муниципальным дорогам не обращался. По закону о дорожной деятельности, любой объект сервиса, ну, в том числе и магазины, должны обратиться перед тем, как присоединиться к муниципальным дорогам, к муниципальным, федеральным, региональным, без разницы, должны обратиться к собственнику дорог за получение технических условий на присоединение. И в этих технических условиях как раз и расписывается, как присоединиться, должна ли разгонная полоса быть, сколько парковочных мест, как они должны быть расположены. Магазин вот этот построенный не обращался, обязательно выйдем на проверку. А если он не пройдет проверку, что-то ему грозит? Ограждения выставляются и все. Со стороны муниципальной дороги. Дорога наша, мы ее оградим и все. Сейчас мы куда с вами едем? Сейчас мы едем с вами в Новый Пушкин. Так, там что будем смотреть? Вот здесь ситуация, учитывая опыт прошлых лет и вот эти все недостатки, мы здесь с застройщиком прорабатывали проект организации дорожного движения месяца два, наверное. Они местами уже, наверное, начинали на нас злиться, но мы скрупулезно с представителем ГИБДД Пушкинского муниципального района и администрацией скрупулезно каждый метр просматривали. Ну вот опять же, вот камеры поснимите, пожалуйста. Вот было двуполосное движение, правильно? Да. Вот сейчас пустят вот эти дома заселяться сюда. Нет, но это строитель, машиностроителей вот здесь строящихся домов, да? Да. Вот, а я сейчас вам покажу. Здесь парковочные места тоже проверялись по количеству, по составу. Вот здесь мы проезжаем, здесь у нас два остановочных пункта будет. То есть на сегодняшний день дорога не принята нами. Пока только подписан проект Организации Дорожного Движения, который включает здесь два остановочных пункта, лежащие полицейские и дорожные знаки. В соответствии с нормативом, потому что у нас здесь еще и детский садик, там надо безопасность рассмотреть. В том числе здесь мы выписали, еще на момент проектирования выписали предписание, что нужно организовать велодорожки. Здесь организованы на территории квартала велодорожки. При устройстве пешеходных переходов будет учтено для чувствительной, тактильная плитка будет установлена во всех местах, где будут пешеходные дороги, будет установлена дополнительно выбрана вот эта вот декоративная плитка и установлена тактильная плитка. Что такое тактильная плитка? Это для слабовидящих, она такими либо ребрышками, либо пупырюшками на плиточке и ногами чувствуешь, когда подходишь к переходу. То есть, в принципе, квартал должен соответствовать всем последним требованиям СНИПов и ГОСТ в части организации дорожного движения. Приходилось вам ругаться за строчек? Как таково ругаться не приходилось, но прения были. Для того, чтобы добиться соответствия всех современных норм и СНИПов приходилось провести, пришлось около пяти совещаний, на самом деле. Вот это вот те самые парковочные места, да? Да, вот мы видим, они здесь организованы и внутри дворов для временного хранения машин. По количеству как-то можно оценить, сколько всего здесь будет? Ну, изначально при строительстве этого квартала были архитектурой Московской области заданы нормативы по количеству машин и мест, а на сегодняшний день они соответствуют. Факты исполнения соответствуют. Но больше прений на самом деле было не по этому вопросу, не по парковочному пространству, а по организации дорожного движения. То есть все застройщики хотят малой крови, там, ни полицейского, ни лишнего знака, ни остановочного павильона. Ну, а как можно открыть этот квартал? Мы видим, что он удален от города, транспортного сообщения нету, нужно пускать автобусы. И получается, сейчас дадут дорогу муниципалитету надо будет за бюджетные средства строить автобусное павильон, правильно? Устанавливать ГИБДД сразу же, мы видим, да, в конце там детский садик, выдаст предписание, что нужно ограничение дорожного движения до 40 км в час, и полицейский. Опять муниципалитет? Нет, вот в этот раз мы подробно подошли к этому, плотно очень, и каждый нюанс проговорили. Я говорю, в том числе даже дошли до тактильной плитки, и на всех переходах у нас здесь будет образцово-показательное, в городе организовано все движение, в том числе и пешеходное. Для инвалидов будет тактильная плиточка. Мы это кто? Мы это администрация Пушкинского муниципального района, и мы привлекали еще ГИБДД Пушкинского района. Вы сейчас, как минимум, перечислили несколько позиций. Каков состав вашей комиссии? То есть и по плитке, и по детским садам, и так далее. Кто там? Нет, только МКУ Дороги и Транспорт, зам главы по строительству участвовал в совещаниях, и представитель ГИБДД. Ну, естественно, застройщик. А застройщик и проектировщик. После того, как запустят все эти новые микрорайоны, насколько увеличится количество жителей в городе Пушкино? Я так понимаю, новое Пушкино по количеству, по квадратуре это второй Пушкино будет, да? То есть ровно в два раза? Да, поэтому части организации дорожного движения надо, конечно, подходить очень серьезно и скрупулезно. Поэтому у нас и дороги дополнительные будут строиться застройщикам с выходом на Ярославль. Иначе мы просто перегрузим город. Кто за этим должен следить? Я вот не понимаю. Вот вы же еще депутат городского совета, правильно? Да. А вы отслеживаете эти вопросы? Ну, естественно. Ну, и в силу занимаемой должности и как депутат на сегодняшний день мы обращались в администрацию еще с прошлого года об организации, о необходимости разработки комплексного плана организации дорожного движения, так называемый КСОД. Проблема в том, что просто в отдельном городе его прорабатывать нет смысла, надо увязывать со всеми поселениями. Но районный бюджет, к сожалению, не такой наполненный, как городской, и в нем не получилось заложить из средства. Но вместе с тем, на сегодняшний день мы пришли к договоренности с ООО «Глобус» о финансировании этого проекта. То есть за счет средств «Глобуса» будет проработан комплексный план организации дорожного движения всего Пушкинского муниципального района до конца этого года. Какая это сумма? Около 6 миллионов. То есть они ее подарят? Они на эти деньги выполнят работы. Можно сказать спасибо «Глобусу» всем? Наверное, да. Ну, с появлением «Глобуса» мы помним первый день открытия «Глобуса», и весь московский Держинец у нас встал. А то, что у нас ритейл-парк развивается на той стороне Ярославского шоссе, это тоже дополнительная нагрузка, в том числе и на муниципальные дорожные сети. Поэтому здесь они ответственно, социально подходят к этому вопросу и решили не оставлять город наедине с этой проблемой. «А общая приемка будет какая-то?» Здесь? Обязательно. Ну, строители уже дома приняли, мы приняли только проект Организации дорожного движения, утвердили его. Теперь они должны в соответствии с проектом установить знаки «Все сделать» и обратиться к нам на приемки данной дорожной сети. После этого она будет приниматься только. Вот здесь будет остановочный павильон первый и второй на выезд. Остановочный павильон – это что такое? Ну, это разгонный карман для автобуса. То, чтобы он не на полосе дорожной стоял. Значит, знаки, плюс сам модуль станочный. Сейчас на Горького, да? Да. А вот сейчас на время прокладки или в нем здесь получается, что это ограничение того, что вы пришли туда? Нет, никакого неудобства. Они идут по обочине, просто по нормативам любое строительство и земляные работы вдоль дорожного полотна они должны ограничиваться знаками. Не, ну на знаке явно написано, что будет одностороннее движение. Или это просто на всякий случай? Ну, на всякий случай сужение. Такого сильного сужения здесь неудобства для жителей не будет. Вот дети, кстати. Ну, из-за грунтовой дороги, естественно, здесь машинопоток не такой большой на самом деле на сегодняшний день. А тротуар обязательно, обязательно тротуар прямо до привокзальной площади. И сколько по нормативам, чтобы запустить автобусное сообщение, в том числе от остановки до остановки, должен вдоль дороги проходить тротуар. Сколько по времени пройдятся эти работы? Или в прогладке? Ну, до конца этого сезона они проложатые. А сезон как разокончатся? Октябрь-ноябрь. Это поэтому так интенсивно начали во дворах работать? Ну, в том числе сезон заканчивается, надо быстрее заканчивать все асфальтовые работы. А как вот работают такие организации, типа Титан? Они сразу набрасываются на несколько объектов? Или вот по очереди каждого? Ну, Титан у нас в этом году, в очередной раз, правительство Московской области выделило субсидии. Мы поучаствовали в программе, потому что немного, но лишним для дорог этого не будет. условия софинансирования было 60 на 40 процентов. 40 процентов давала Московская область и 60 процентов давал муниципалитет. То есть нам от 40 процентов дополнительно мы привлекли средства. После, ну... Это чей бюджет был? Бюджет города Пушкина. Поселения точно так же участвовали. И район в части сельских поселений участвовал в бюджет Пушкинского муниципального района. А им какой интерес в городе? Или в поселениях тоже будут так же? Нет, в поселениях так же делают. То есть это общая программа? Да, это общая областная программа. Аукцион тоже проводил Московскую область. Он сразу же объединял не только даже Пушкинский муниципальный район, а несколько районов. Сергеев-Посадский, Щелковский. И вот это ООО «Титан», которое выиграл в этом аукционе, оно работает не только на территории Пушкинского муниципального района. Поэтому сразу так много рабочих. Ну да. На сегодняшний день, в принципе, по областной программе ремонт всех дорог на территории Пушкинского муниципального района закончен. Остались дворовые территории. А сколько всего дворовых территорий? Сейчас пока что семь дворов. Но Московская область сейчас дополнительно выделяет денежные средства в размере 22 миллионов. А с чего это они так раздобрились? Посчитали экономию от проведенных торгов, посчитали все остатки средств в бюджете и решили дополнительно выделить. Сейчас, конечно, речь идет, что пока конкурсная процедура, пока это, мы опять упираемся в осень. Сейчас надо идти семимильными шагами, чтобы попробовать дополнительно успеть заасфальтировать. Планируется, исходя из полученных дополнительных субсидий, заасфальтировать еще 21 двор. Как надежда? Работаем по вечерам, допоздна, сейчас готовим все документы, сметы, корректируем. Будем стараться, будем стараться, я думаю, мы успеем. Здесь 10-10. там потом выезжать тяжело. А у вас какая сейчас должность? Директор МКУ Дороги и транспорта. Нет, не скучаете по Пуш-Гурхозе? Ну, в Пуш-Гурхозе, конечно, более была живая работа здесь. В основном работа с документами, с нормативами, с застройщиками, вот так вот, там более живая. любой опыт, он позитивный опыт. Как у вас отношения с Сергеем Михайловичем сложились? Хорошо. Рабочие? Рабочие, да. С ним же, говорят, тяжело очень работать. Требовательные? Требовательные, но интенсивность, да, вот такой интенсивности не было никогда, честно говоря, в работе. Вот, теперь приходится часов до 8, раньше 8 не уходишь с работы. Александр Александрович, вот буквально в 10 метрах отсюда делают новое покрытие, тротуары строят. А здесь, где проходной, проездной двор, здесь по кругу, здесь ездят мусоровозящие машины и так далее. Просто плачевное состояние. Здесь тоже будет асфальтироваться, вот у пятиэтажки там асфальт в нормальном состоянии, там ремонта не будет проводиться, но этими же строителями в рамках этого же контракта, после того, как они закончат там основные строительные работы, они перейдут сюда, и здесь будет сделано буквально две недели точно такое же асфальтовое покрытие, как и на Горьково, 15-18. То есть жителям нам будет счастье. Да. Вот этого двора, ладно, счастливого. Но есть много еще других дворов, да? Скажите, я вот житель, например, двора, у меня вот млачевное составление, у вас же какая-то очередность выставляется, как мне попасть в эту очередь? Дворы взяты, на самом деле, на контроль Советом депутатов. Каким советом? города Пушкино. У нас обращение к Сергею Михайловичу, которое он поддержал, что именно работы касаемо дворовых территорий, благоустройства, установка детских площадок, асфальтирование обязательно согласовывалось с депутатами. Потому что на встречах депутаты знают, чем представители администрации в ЖКХ больше знают потребности и где самые критические точки. На самом деле требования... Сейчас вы лукаетесь, честно. Ну я вот знаю, там, ну 5 хороших активных депутатов. А их сколько всего по городу? 25. 25. Ну найдется же парочку, которые там не очень хорошо... Ну вот касаемо асфальтирования, спросите у администрации, на самом деле на Совете несколько раз и все это очень бурно обсуждается. Каждый там, если на один округ, на один двор больше, все это уже критично. Почему на ваш округ больше, на наш меньше? Все это очень бурно. Эти вопросы острые обсуждаются и включаются в эту дискуссию все депутаты. И все же, как выставляется очередь? Первое, требование губернатора это 10% ежегодно ремонтировать и приводить норматив дворов в комплексное благоустройство. Не только касаемо асфальта, но и детских площадок. В принципе, администрация стремится и в этом году получится сделать, как я и сказал, только уже с учетом второй волны финансирования с ГУДХ, получится сделать 10% дворовых территорий в Пушкино. И после того, как администрация планирует объем финансирования, она выходит на Совет депутатов и предлагает адресный перечень или спрашивает у депутатов. Можете посмотреть, в Совете депутатов есть эскиз каждой дворовой территории, который подписан каждым депутатам. То есть, вплоть до того, что согласовывали и комплектации детских площадок, и устройство парковочных мест каждой дворовой территории. Низкая информированность населения является следствием неоднозначной оценки деятельности законодательной и исполнительных властей. Есть в этом доля вины и средств массовой информации. Сколько вопросов и жалоб можно было бы избежать, если бы жители имели информацию о том, когда и как будет проведено благоустройство их двора, на какой год намечено расширение дороги. И пресловутое звание чиновник давно не носит обобщающий характер. Совместная работа районной администрации и депутатов города приводит к эффективным результатам, особенно когда есть взаимопонимание и конструктивный диалог.